Магнитогорские сотрудники госавтоинспекции вышли в рейд, чтобы в очередной раз проверить водителей маршрутных такси. Традиционное профмероприятие состоялось в рамках оперативно-профилактической операции «Автобус». Подробности события расскажем в сюжете. Сотни людей ежедневно пользуются услугами маршрутных такси, поэтому они должны быть максимально безопасными. С целью не допустить возможной аварии, стражи дорожного порядка еженедельно выходят в профилактические рейды. В очередной проверке приняли участие семь экипажей ДПС. В первую очередь инспекторы проверили у водителей наличие необходимой документации. На автомобиль документы, страховой полис, диагностическая карта, самая основная. В ходе рейдов инспекторы визуально оценивают и техническое состояние транспортных средств. Наличие нарушений, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, недопустимо. В том числе в надлежащем состоянии должны быть эвакуационные выходы. Большинство водителей осознают, насколько серьёзные последствия может иметь халатность. Абдул-Азиз Раимджанов за рулём уже 10 лет. Из них год перевозит пассажиров. Говорит, старается всегда следовать правилам. Соблюдаем правила. Всё хорошо, отлично. Однако добросовестно относятся к обязанностям далеко не все. Цифры дорожной статистики красноречивые и неутешительные. В Магнитогорске в январе зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий. Из них 17 произошли по вине водителей маршруток. Это на 54% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате контрольно-надзорной деятельности в январе 2024 года сотрудниками госавтоинспекции было выявлено и пресечено 513 административных правонарушений в области дорожного движения с участием пассажирского автотранспорта. 31 должностное лицо пролечено к административной ответственности, 22 из них осуществляли перевозку на коммерческой основе. Основные нарушения водителей автобусов – это нарушения правил перевозки пассажиров, технические неисправности – это неработающие световые приборы в основном. И нарушения правил при перестроении, бывает, не включают сигналы поворота указателей. В рамках рейда сотрудники госавтоинспекции также в очередной раз напомнили горожанам об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники изобретают все новые схемы отъема денег у населения, поэтому нужно быть предельно осторожными. Если труп вам представляют сотрудниками полиции или сотрудниками банка, предлагают привезти деньги на безопасный счет, либо представляются операторами сотовой службы и предлагают вам перезаключить договор, не соглашайтесь, повесьте трупку и проверьте информацию. За время проведения рейдового мероприятия на разных участках города экипажами ДПС было проверено 140 маршрутных такси. Выявлено 36 нарушителей. Каждому за свою безответственность придется заплатить административный штраф.